На этой неделе прошло очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей. В ходе встречи рассматривались два основных вопроса. Первый – неправомерное требование банковской гарантии при проведении конкурса на аренду земли. Второй – отечественной компанией-недропользователю отказали в разработке месторождения мрамора в нашей области. В начале заседания члены Совета по защите прав предпринимателей заслушали информацию о проведении анонимного опроса среди актюбинских бизнесменов. Он касался коррумпированности органов власти при проведении различных проверок субъектов малого и среднего бизнеса. В ходе опроса 11% предпринимателей подтвердили, что в их отношении имелись факты коррупции со стороны чиновников. Оказалось, самыми коррумпированные остаются работники СЭС, ДЧС и полиции. На сегодняшнем совете мы думали два вопроса. Это земельный вопрос и вопрос по нетропользованию. Но в связи с тем, что агентство по противореческоррупции совместно с палатой провели анкетирование. И мы посчитали, что этот вопрос более нужен сегодня. Во-первых, это для других чиновников, государственных служащих и для тех же наших предпринимателей. И мы этот вопрос поставили первым. Там провели вопрос анкетирования о том, как государственные служащие при проверке проводят, нормально ли проводят. Или же есть такие моменты, которые они, скажем, коррупционные. И сегодня есть проценты. Например, процентов 11, это уже говорят, что они вроде требуют. Есть сумма взятки, где они указывают от 50 тысяч и более 100 тысяч. Значит, на сегодняшний день у нас есть еще некоторые служащие, которые коррумпированы и хотят взять все. И этот вопрос мы подняли сегодня с участием тех госорганов, которых более, скажем, на них есть жалобы. Они сегодня тоже выслушали эти цифры. Мы им сказали, эти цифры все передадим вам. Они у себя, со своими служащими проведут работу. И даже будем, говорит, тоже проводить вот такое анкетирование, чтобы изжить, а то хотя бы коррупцией. Коррупцию хоть всю не изживешь, но хотя бы какую-то часть. По результатам анкетирования было установлено, что 60% предпринимателей при реализации ведений бизнеса чаще всего жалуются на долгое рассмотрение обращений со стороны госорганов и 40% на пробелы в законодательстве. На вопрос, нарушает ли закон представители государственной власти при проверке вашего объекта, 77% представителей бизнеса ответили нет, 12% редко и 11% отметили, что чиновники часто злоупотребляют полномочиями. Кроме того, 89% предпринимателей, проходивших анкетирование при ведении бизнеса, не сталкивались с фактами вымогательства денежных вознаграждений со стороны представителей государственной власти за сокрытие правонарушений или оказание госуслуг. Остальные 11% сталкиваются с такими фактами, но очень редко. Также на вопрос о сумме вознаграждения при сталкивании с такими фактами предприниматели отвечали неохотно и не все. Сумма вознаграждения за решение вопроса на месте по ответам 9% составляет до 50 тысяч тенге, а остальные 10% отметили пункт ответа свыше 100 тысяч тенге. В основном бизнесмены на факты вымогательства жалуются на представителей департаментов охраны общественного здоровья, государственных доходов, чрезвычайных ситуаций и полиции. В случае оказания давления либо вымогательства со стороны государственной власти 45% предпринимателей обращаются в Национальную палату предпринимателей от Амикен, 11% в прокуратуру, 9% в антикоррупционное ведомство, а оставшиеся 35% никуда не обращаются. В данных мероприятиях участвовали более 100 активных представителей бизнеса Актюбинской области. В чем плюс проведения анонимного агентства? Потому что они честно уже будут говорить, кто, как, что делают, чем занимаются. Потому что там не указывается, кто отвечает, какие там предприниматели, там ничего не указывается, это анонимно, поэтому они дают конкретные ответы. Я не говорю, что там со стороны государственных органов предпринимателям делаются какие-то давления, но есть в какой-то мере бюрократические барьеры со стороны государственных органов. Вот мы, агентство по делам, по противодействию коррупции, в целях устроения этих барьеров мы создали проектный офис Адалдыг-Аланы. В рамках Адалдыг-Аланы у нас существует проект по защите бизнеса и инвестиций. Это проектный бизнес инвестор. Мы работаем с Амином Сатамикеном, с областным акиматом, с управлением предпринимательством, инвестицией и развитие Акчибинского региона. Как отметили представители проектного офиса Актобе-Адалдыг-Аланы и палаты предпринимателей, после таких результатов анкетирования соответствующие запросы на проверку будут отправлены в прокуратуру. Все согласны, что это нужно, но члены совета были, которые говорят, более точечные. Мы им сказали, да, это первое, провели общее, а теперь более точечно мы будем проводить уже конкретику, будем выносить на совет и напрямую вот тот орган, тот человек с фамилией, со всеми мы дадим. Потому что предприниматели, вы знаете, раньше вообще ничего не говорили, но сегодня они поняли, чем больше они молчат, чем хуже для них. Они это поняли, наша цель была именно раскрыть это и чтобы чиновники тоже поняли о том, что предприниматели сегодня, в том числе Атамикен, не просто сидят, они хотят работать дальше и придумывают новые методы. Следующим вопросом стало обращение одной из отечественных компаний, которая занимается добычей полезных ископаемых и производством из них строительных материалов. Предприятие собирается построить в нашей области завод по производству мраморного наполнителя и минерального порошка для обеспечения рынка западного Казахстана. Объем планируемых инвестиций проекта составляет 2,2 миллиарда тенге. Но компания остро нуждается в собственной минерально-сырьевой базе, а именно в месторождении мрамора, расположенного в 100 километрах от Актобе. Вот только государство не дает разрешения на разработку месторождения. Нам необходим сырьевую минеральную часть. У нас есть месторождение также в Жамбылской области, в Северо-Казахстанской области, в Актюминской области немало месторождений. Мы входим в карту индустриализации при поддержке предпринимательства. В данный момент мы не можем получить мраморное месторождение, которое расположено в Каргалинском районе, Актюминской области. Мы собираемся инвестировать для модернизации завода 2,2 миллиарда тенге. Но в данный момент, согласно вступившему кодексу о недрах недропользования, мы не можем этого получить права. В связи с тем, что там проходит государственное геологическое изучение недр. Далее ТО в соответствии с Панком 7 статьи 278 кодекса РК было повторно подано заявление на получение лицензии на добычу мрамора Велиховского месторождения по карте индустриализации. Однако был получен отказ, мотивированный тем, что по карте индустриализации по новому кодексу РК выдача лицензии осуществляется только на добычу твердых полезных ископаемых и общераспространенные полезные ископаемые в данную категорию не входят. Палаты предпринимателей было направлено письмо в ТОАКПАН с просьбой предоставить информацию о проведенных или планируемых работах на вышеуказанной территории, на которой получен ответ, что ТОАКПАН на указанной территории провел исследовательские работы и в дальнейшем никакие работы проводить на данной территории не будет. Мы обратились в АТОМ и КЕН, они, как и является палатой предпринимательства, помогают, сотрудничают с нами. Чтобы разрешился этот вопрос, просто по закону он в данный момент не разрешен, так как проходит там государственное геологическое изучение недр. Мы неоднократно обращались в Министерство инвестиций и развития РК, чтобы они дали нам добро. Они, ссылаясь на пункт 6 ст. 74, отказывают, что там проходит государственное геологическое изучение недр. В связи с тем, мы обратились сюда, в палату предпринимательства Томикен, чтобы помогли нам в этом вопросе решить. Мы хотим иметь свое месторождение. Также у нас продукция, мы сейчас закупаем мраморную муку в России. Нам это очень дорого, и из-за этого на нашем рынке получается продукция дороже, так как не имеем своего сырья дополнительного. Вопрос был решен прямо на заседании. Заместитель Акима области Кайрат Бекенов поручил внести проект в дорожную карту бизнеса нашего региона. А геологическое управление заверило, что получит разрешение в министерстве. Эта земля была отведена для того, чтобы произвести там изыскательские работы. Фирма Ахпан полностью изыскательские работы там произвела. Теперь для того, чтобы 0,12 квадратных километра земли выделить для нашего предпринимателя, который хочет производить нашу продукцию с нашего сырья, местные не могли. Из-за того, что она уходила до 2020 года. Но мы с участием, у нас членом совета является заместитель Акима области господин Бекенов, с его участием решили о том, что этот вопрос можно. Наш департамент не против, комитет не против, все не против, ему не дают. Поэтому они сейчас проработают, там сделают программу и под эту программу человеку дадут землю. Мы это, он сам присутствовал, ему объяснили. Единственный вопрос был к нему, подкрепление финансовое, чтобы учредитель сказал, да, мы действительно, вы пробиваете, делаем, я вкладываю, инвестирую. Далее была поднята проблема с конкурсом на аренду земель в сельхозназначении в Волгинском районе. Конкурс был объявлен несостоявшимся, потому что у всех восьми обратившихся фермеров не оказалось банковской гарантии на бизнес. Но оказывается, согласно кодексу проведения подобных конкурсов, она и не требуется. Если у человека, у участника есть свои собственные средства, здесь он должен предоставление банковской гарантии, должен взять. Предоставление банковской гарантии для физического лица в правилах банковского второго уровня как-то сложно получить. Проблема для простого потенциального участника, для физического лица. Для юрлица предоставляется такая возможность предоставления банковской гарантии, а здесь, видите, в связи с установлением, также установлено это в правилах, этот пункт, но трактовку этого пункта трактовались как-то ошибочно. То есть, Алгинским районам изначально должны были допустить всех участников. То есть, получается, если не ошибаюсь, было в порядке 50 заявок, все участники 50 заявок были отклонены в связи с тем, что протоколе было указано в связи с непредоставлением банковской либо положительным решением. У нас в других районах везде проходили нормальные конкурсы, крестьяне брали землю. В Алгинском районе те предложения, которые вышли крестьяне, мы всем отклонили, требуют банковскую гарантию. Хотя в кодексе, в тех перечнах, которые должны дать банковской гарантии, нет. Ну, в правилах есть. Ну, законный кодекс выше, чем правила. Поэтому до этого мы уже писали в национальную палату, там уже прорабатывают и снимут этот. А здесь мы видим, если другие районы поняли, что кодекс выше и нормально, а наш один район не понимает этого, мы дали прокуратуре, что там проследить. Это же нарушение наших конституционных прав. В руководстве Совета по защите прав предпринимателей также рассказали о жалобе фермеров, которые хотели получить финансирование по госпрограмме «Янбек». Согласно положению программы, на поддержку могли рассчитывать только те предприниматели, чьи хозяйства находятся за чертой города. Но после того, как «Октобе» расширил свои границы, целый ряд хозяйств остался без финансирования. О том, что не могут получить по программе «Янбек» вот эти положенные, скажем, кредиты, там другие. Это получилось из-за того, что они вошли в черту города. По положению они же не попадают. Мы этот вопрос сейчас прорабатываем. И были представители нашего микрокредитной организации, которые работают по этой программе. Я думаю, в скором времени это положительно решится. Этим вопросом также пообещали заняться городские власти совместно с Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. С начала года Советом по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции было проведено 6 заседаний с рассмотрением 23 проблемных вопросов. 12 из них нашли положительное решение, остальные в работе. Вопросы в основном касались земельных отношений, налогообложения, государственных закопок, строительства, а также работы с госкорпорацией Самрук Казына. Сейчас палаты предпринимателей прорабатывается обращение руководства частных детских садов об увеличении подушевого финансирования. В детских садах считают, что сейчас финансирование ведется недостаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok